добрый день дорогие друзья с вами шеф-повар сергей легай и компания mariador сегодняшний выпуск мы посвящаем вот таким замечательным креветкам аргентинским очень часто бывает что их путаю с лангустинами но путать не надо это совершенно другой продукт во первых у лангустинов это те самые скампи норвежские у них обязательно есть маленькие клешинки многие пытаются разгрызть надежде поймать кусочек сладкого мяса но там практически ничего нет креветка аргентинская это вот такая крупная красная креветка вот соответственно ловится она в районе аргентины почему аргентинской называется быстро достигает крупных размеров поэтому в принципе она достаточно интересная и недорогая в продаже вот дальше давайте рассмотрим еще один такой момент очень часто производители пишут на коробке лангостина аустрал на самом деле к лангустином это опять же никакого отношения не имеет равно как и к лангустам это просто такое латинское обозначение аргентинской креветки вот смотрите креветку мы получили я ее уже разморозил чтобы нам посмотреть что из себя представляет вот беру совершенно разных вот таких вот усачей рассмотрите беру абсолютно разных но калибровка у них отличная они прямо все один к одному что можно приготовить из аргентинской креветки да фактически все что угодно она прекрасно идет как украшение на паэлью когда-то целиком выкладываем ее в сковороду сверху на рис выглядит она шикарно про сразу праздничное сразу на эту паэлью хочется наброситься можно готовить в составе сотей из морепродуктов можно жарить ее на углях чем мы в принципе и будем заниматься но перед этим креветку нужно почистить а зачастую у многих возникает вопрос как это сделать давайте попробуем смотрите чаще всего в ресторанах креветку чистят следующим образом отступают одну фалангу от хвоста вводят ножницы под хитин вот таким образом разрезают спинной хитин и сразу получается верхнюю часть креветки креветка устроена таким образом что кишечнику не находится не на внутренней части а на спинной поэтому если сюда аккуратно завести шпажку то можно найти черную такую кишечник вот он и вот мы аккуратно вытягиваем чтобы показать что мы удалили полностью весь вот она вся креветка целиком и соответственно вот он рядом весь целиком кишечник то есть как правило удаляет вот таким образом но потом при обжарке получает либо какую-то черную жидкость внутри сковороды если обжаривают на масле либо неприятный такой йодистый вкус в чем же дело на самом тело все заключается в одной простой структуре удаляя пищеварительный орган такое как кишечник забывают о том что необходимо еще удалить у креветки еще и желудок посмотрите я специально сломал хитин вот это вот темное образование и то есть как раз таки желудок очень часто бывает он очень сильно наполнен это когда креветка сразу выловлено было после кормления тогда соответственно кишечнику не как правило на всем протяжении весь черный вот пищевод соответственно желудок и печень все вместе удаляю прямо вот единого комплексом теперь в головогрудной части под хитином у креветки образовалась полость все вот теперь креветка у нас полностью готова к дальнейшему приготовлению то есть все несъедобные части мы фактически удалили есть еще один момент когда креветку защищает на японский манер то есть убирают голову убирают хитин вытягивают ее давайте я продемонстрирую что же это такое то есть убираем голову целиком но прежде чем чистить дальше необходимо убрать вот этот вот на хвосте острый шип потому что удерживая за хвост очень часто травмируются и достаточно серьезно теперь мы оставляем последнее звено хитина и хвост остальное разводя хитиновые пластинки по сторонам вот так легко убираем хитиновый панцирь вот у нас таким образом подготовлены креветка такую креветку мы можем использовать в салатах можем использовать при приготовлении каких-то таких блюд как паста или ризотто можем использовать для приготовления сми рабродов либо брускет можем отваривать можем готовить на пару можем обжаривать на углях либо соответственно на гриле или сковороде вот что необходимо сделать чтобы приготовить японскую темпу о чем мы и начали мы должны креветку уложить на спинную часть из брюшной части отступая несколько миллиметров примерно 4 мы должны сделать несколько косых разрезов через брюшка потому что у нее там большое количество мышечных волокон при термической обработке они сокращаются и соответственно скручивают креветку в запятую фактически по форме теперь пальцем я аккуратно надавливаю на мясо креветок стараясь вытянуть ее вертикальном направлении вот таким образом я подготовил креветку для приготовления темпуры она во первых стала по толщине абсолютно одинаково на всем протяжении а самое главное она стала значительно длиннее и поэтому блюдо будет выглядеть намного интересней при очистке креветок существует еще несколько лайфхаков некоторые любят старый такой прием вырвать или вот здесь вот таким образом кишечник либо у предпоследнего звена но вот с аргентинской креветкой честно говоря это проделывается достаточно сложно есть гораздо интересней способ мы вводим шпажку под голову надавливаем до двух сторон вот выделяется ее желудок и печень аккуратно тянем так вот она структура сама и вот получается таким образом мы не только удалили опять полностью желудок и печень но также весь кишечник все наша креветка готова то есть мы ее можем в принципе использовать в таком виде целиком например есть несколько вариантов блюд когда мы готовим в оке по-китайски в большом количестве масла тогда креветку чтобы не пересушить панцирь не разрезают максимальное количество влаги и соков остается внутри и блюдо получается превосходным причем за счет активной прожарки панциря панцирь отдает в масло соответственно в получаемый соус максимальный вкус а сам хитин становится очень хрупким и вкусным по текстуре напоминает картофельный чипс но если мы будем готовить такое блюдо а соответственно в пищу употребляя зачастую голову нужно убрать травмирующий рострум при помощи ножниц мы отсюда срезаем вот он такой шипастый и вот таким образом креветка нас подготовлена но соответственно если боимся травмироваться убираем еще шип с хвоста теперь у нас креветка абсолютно не травмоопасная подготовлена для дальнейшего приготовления и вот еще один способ как почистить креветку если нам скажем так головы не нужны мы удаляем голову соответственно с головной части вводим ножницы доходим до последнего звена хитина и аккуратно разворачиваю в стороны аккуратно удаляем панцирь зачастую бывает некоторые фрагменты остаются поэтому здесь пригодится нам пинцет теперь давайте сравним во сколько же у нас увеличилась креветка которому подготовили для темпуры посмотрите если выложить абсолютно рядом то фактически на добрую треть мы увеличили ее оптическую длину и так у нас в итоге есть креветка целиком очищенная без повреждения панциря у нас есть креветка очищенная подготовлена для темпуры у нас есть просто креветка очищенная с последней фалангой хитина и хвостом давайте одну креветку сейчас зачистим чтобы у нас был полный ассортимент креветок да значит мы удаляем хитиновый панцирь оставляя первое звено хитины возле головной части и соответственно последние возле хвостовой части остальных и темы аккуратно удаляем ну и например если для супа то понятно что креветку лучше зачистить до конца конечно можно заморочиться и сделать например какой крем-суп плотный или скажем биск в котором креветку сможем поставить красиво с торчащим кверху хвостом вот на такой манер но чаще всего суп у нас достаточно жидкая субстанция и соответственно креветки в ней тонут а когда уже креветка испачканная то наличие хитина не несет не эстетической нагрузки не соответственно не смысловой поэтому смотрите вот еще у нас получается полная очищенная креветка от всего хитина как говорится полный набор вот здесь креветки а рядом у нас гора креветочного хитина что же делать с этими панцирями сегодня они мне не нужны я от них к сожалению избавлюсь но в целом пишите в комментариях мы обязательно расскажем подробно и дадим развернутый рецепт как приготовить соус биск а также суп биск вот именно вот эти панцире для этого необходимы мы при помощи нехитрых технологий полностью из этого хитина экстрагируем вкус и аромат за счет чего и соус и суп у нас получится просто замечательными ну что дорогие друзья с вами был шеф-повар сергей легай и компания мариадор